Все вы знаете прекрасно о том, что отечественному джазу в этом году, ну я имею ввиду в прошлом году, исполнилось 100 лет. И за это время, конечно, отечественный джаз прошел очень тернистый, я бы даже сказал, очень сложный путь. И даже сегодня, казалось бы, в те времена, когда у нас не существует никаких запретов, все разрешено. Тем не менее, как бы джаз так и остается уделом избранных. И только, вот на моей памяти, наверное, только один случайно созданный фестиваль, который назывался «Усадьба джаз», имел, скажем так, довольно-таки большое развитие. Он был популярным, он был культовым, на него собиралось очень большое количество народа. Он проходил в довольно-таки легендарном месте, и люди, не стесняясь, ехали не только с Москвы и Подмосковья, но и с других городов. К сожалению, сейчас, в сегодняшних реалиях мы, к сожалению, так получилось, пока не имеем этого фестиваля, имеем, что имеем, но тем не менее, я счастлив, что джаз отечественный жив, он продолжает развиваться, он каждый год приносит нам новые имена, он каждый год, несмотря ни на что, дает нам новые релизы, новую музыку. И, конечно же, фестивали, конечно же, фестивали. Если вы откроете карту фестивальную нашей матушки России, то вы с удивлением обнаружите, что от маленького города Тихвина до Санкт-Петербурга, от Архангельска до, я не знаю, Комсоморска на море, от Москвы до самых, до окраин, джаз везде есть. Благодаря тому, что сегодня масса потрясающих музыкантов мирового уровня, я не постесняюсь сказать об этом, которых мы с вами имеем, наших соотечественников, они делают все возможное для того, чтобы популяризировать джаз и как можно максимальное количество людей становились его поклонниками, становились теми людьми, в жизни которых имеет место, скажем так, джаз. Ну, а возвращаясь к нашим, не громко играет музыка, нет? Не мешает никому? Нет, откровенно говорю, просто иногда бывает. Мы просто специально поставили фоном музыку, я объясню почему. Вот таким фоном. И она будет играть все наше время, у нас не так много времени, тема громадная, уместить ее в невместимое очень трудно, но я постараюсь. Поэтому будет играть фоном. Я выбрал вот эту вот пластинку для фона и потом объясню почему, буквально через несколько минут. Она будет играть. Потому что если мы с вами начнем сейчас слушать культовые, джазовые произведения, хотя бы пять произведений, я буду молчать. Потому что они настолько продолжительные, нам придется одно за одним слушать, я буду их только представлять, понимаете, да, об этом. А хочется очень много сказать, оставить вас с некой информацией, которую потом, может быть, вы продолжите изучать в вот этих вот потрясающих книгах, в которых издано необычайное количество от джаза. Во всяком случае, как я всегда говорю, интернет нам в помощь. Если мы знаем, что там искать, мы там найдем. А если мы не знаем, мы так и будем смотреть на красиво бегающие картинки. Итак, возвращаясь к фестивальному движению в нашей стране, откровенно говоря, слово «фестиваль» до конца 50-х годов у нас не всплывало в стране, относительно джазового, скажем, относительно джаза вообще не всплывало. И, на мой взгляд, впервые о джазе и о фестивале начали говорить в 57-м году, когда состоялся первый фестиваль молодежи и студентов в Москве международной, помните? Ну, хотя бы в истории, я понимаю, что мало кто помнит, но прошел такой фестиваль в 57-м году. И к нам тогда со всех концов мира приехали в том числе и джазовые музыканты. И более того, отечественные музыканты, а тогда уже выросла первая плеяда послевоенных джазменов, они могли воочию увидеть своих сверстников и своих коллег из-за рубежа. Кое-кому повезло поиграть совместно, то есть поджимовать. И, посмотрев на это все, понятно, что в Советском Союзе была своя идеология, был свой, как говорится, ну, скажем так, стиль жизни, скажем так, да? Решили попробовать это все в Прибалтике. И начиная с конца 50-х годов, мы начинаем впервые, вот сейчас те люди, кто изучают отечественный джаз, они понимают, что первые вот такие вот движения, скажем так, джазовых дней, они тогда назывались так, дни джаза, начинают происходить в Прибалтике. То есть в основном это Эстония. Так получилось, что это у нас была такая картинка на Запад, то есть наша такая вот витрина, как хорошо живется советскому человеку в нашей стране. Хотите джазу? Просим вас. И туда начали приезжать музыканты не только со всего, опять-таки, туда начали приезжать музыканты с Советского, со всех республик Советского Союза, но они проходили определенный отбор. То есть просто так вот взять, собрать чемодан и приехать, сказать, я джазовый музыкант, я хочу поиграть, конечно, нельзя было. Но первые дни джаза уже начинают происходить в конце 50-х годов. И в записях того же Вальтера Оякайера, это такой исследователь джаза, один из первых таких пионеров джазового исследования в Советском Союзе, мы находим, что в конце 50-х годов на днях джаза в Таллине и в Тарту начинают появляться помимо советских музыкантов молодых, таких как Козлов Алексей Семенович, Горанян Георгий Арамович. Приезжают музыканты и из Финляндии, из Дании, то есть из ближайших прибалтийских стран капиталистических, и там играют. У нас же, скажем так, в той же Москве идея возникновения, скажем, какого-то такого джазового события, скажем, какого-то такого единения начинает проскальзывать в умах комсомольцев, потому что комсомол — это была такая направляющая организация, та, которая, как говорится, ну, она должна была молодежь вести к светлому будущему. Это понятная идеология, никуда не денется, друзья мои. Те, кто хотя бы немножко застал в советское время, прекрасно понимают, о чем я говорю. И уже примерно вот к началу 60-х годов, во-первых, у нас в стране появляется целая плеяда так называемых инженеров джаза, то есть это целое поколение музыкантов, которые помимо того, что они занимались джазом, они играли джаз, это было скорее их хобби. У них была основная профессия — это люди, которые получили высшее образование в разных строительных, экономических, архитектурных, как Алексей Семенович Козлов, например, тот же, он профессиональный архитектор. В общем, масса музыкантов, которых и именовали инженерами джаза. И вот эти инженеры джаза, в основном, конечно, в Москве, эти инженеры джаза, значит, с появлением так называемых молодежных кафе, ориентированных на джаз, а начали появляться в начале 60-х такие заведения, и в Москве это, например, были такие кафе «Печорок», кафе «Молодежная», кафе «Синяя птица», где по вечерам играли джаз. То есть туда стекалась вся на тот момент, скажем так, артистическая богема, туда стекались функционеры наши, так называемые комсомольские партийные, приходили туда посмотреть, а что ж там интересно. Как вспоминают сегодня уже заслуженные наши джазмены, тот же Игорь Бри, тот же Алексей Кузнецов, они вспоминают, что они, будучи тогда очень молодыми ребятами, приходили послушать старшее поколение, но их не пускали туда. С одной стороны, по возрасту, с другой стороны, потому что эти заведения были заполнены людьми, и попасть туда просто так с улицы, прийти и зайти, было практически невозможно. Стояли громадные очереди, люди эти очереди выстаивали в надежде получить свободный столик. И вот в 62-м году, в мае месяце, по решению Московского комитета комсомола, проходит первый так называемый смотр джазовых молодежных коллективов города Москвы, что и стало первым московским джазовым фестивалем. Кафе «Молодежное» находилось в тот момент на улице Тверской, ныне тогда это называлось улица Горького, и вот там это небольшое по своей форме кафе вместило, ну, невместимое, скажем так, потому что желающих было громадное количество послушать музыку. Но, как выяснилось, никто не продумал о том, что количество музыкантов, которые даже заявлены, а никто же не хотел уходить. То есть люди приходили, отыгрывали свою программу музыканты и просили остаться послушать своих друзей, коллег. То есть, ну, понятно, что там как-то это все разрулили, но тогда уже были первые воспоминания, первые, скажем таки, положительные отзывы о том, что вот у нас в Москве есть джаз, появился джаз, джаз хороший, джаз наш, как бы родной, отечественный. И вот там очень интересно еще, что приходили именитые люди, такие, например, как Леонид Васильевич Киосов, к тому времени уже, ну, всенародный любимец, скажем так, человек, у которого тоже как бы по воле судеб он был, скажем так, крестным отцом отечественного джаза. Те, кто смотрел сериал, вот, который, довольно удачный сериал, который был. А так, в принципе, ведь благодаря Утесову и его джаз-банду и фильму «Веселые ребята», который вышел на экраны в страны довоенному, страна впервые узнала, что у нее есть джаз, что у него есть вот такое вот количество. Как потом пишется, кстати, в документах, во многих документах мы сейчас читаем, что благодаря заинтересованным людям практически в каждой столице республики, а Советский Союз состоял из-за республики с 15-ти, практически в каждой столице республиканской находился свой, был, то есть свой, так называемый джаз-банд. И его обязательно курировал какой-то человек, не просто потому, что он там должен это делать по, скажем, должностным своему обязанности, это действительно был человек, который влюблен был в это дело, и он как мог помогал и музыкантам, и самому этому оркестру, настолько, насколько это было возможно сделать. И, ну, возвращаясь вот к 60-м годам, в 62-м году, как я уже рассказал, проходит в Москве. Этот фестиваль, к величайшему сожалению, до, скажем, вот сегодняшнего времени, вот до сегодняшних дней, пока не началось активное изучение в связи со столетием советского джаза, не было даже точной программы вот этого трехдневного фестиваля, то есть в частных архивах всевозможных лифтописцев отечественного джаза, которые от руки, кто-то от руки, кто-то на пишущей машинке, набивал какие-то листочки, так называемые самоздаты, и вот это все при очень долгом сравнении в Ярославском центре исследования отечественного джаза, есть такая форма, чтобы вы знали, существует сегодня в Ярославле центр исследования отечественного джаза уже на протяжении нескольких лет, и любой желающий человек может подать туда заявку, приехать и поработать с тем количеством, ну, я так скажу, большого количества документов, которые находятся в этом архиве, в основном это частные архивы всевозможных, как говорил Юрий Сергеевич Саульский в свое время, функционеров от джаза, то есть людей, которые любили джаз, которые собирали все, чтобы от самодельных билетиков, на которые люди приходили на мероприятия, ну, заканчивая там вот такими же виниловыми пластинками, компакт-кассетами, даже какими-то газетными и журнальными публикациями. Так вот, в 1962 году проходит трехдневный фестиваль, первый, скажем так, фестиваль московский, он же как бы и становится общероссийским и, в принципе, и союзным фестивалем, и параллельно в Ленинграде тоже проходит примерно такой же концерт, о котором, такой же точный смотр, скажем так, коллективов, потому что в Ленинграде всегда, в нынешнем Санкт-Петербурге, всегда джаз был, и, скажем так, даже очень долгое время, да до сих пор, наверное, идут споры о том, какой же джаз все-таки первый, какой джаз все-таки лучше, и те, кто ездит в Санкт-Петербург, а я знаю, что таких людей немало, которые специально ездят в Санкт-Петербург, послушать именно питерских музыкантов и послушать их на их, на них же территории, послушать этих музыкантов, потому что, когда они приезжают сюда в Москву, по неволе, конечно, они немножко меняют и то, что они играют, и как играют, потому что город Питер, все-таки, будучи творческим городом, там есть своя атмосфера, есть какое-то чувство вот этой вот безбрежности Невы, чувство, ощущение того, что ты к Северной Пальмире имеешь такое отношение, и вот там как-то все не так, как у нас в столице здесь, ну давайте признаемся. И питерские музыканты, я имею в виду именно музыканты, в том числе и джазовые, всегда у своих коллег в Москве пользуются, скажем таким, большим уважением. И кто, например, начиная от нашего, скажем так, патриарха джазовой журналистики российской, Владимира Борисовича Фертага, через Давида Семеновича Голощокина, более молодого поколения, Владимир Волков, контрабасист, Слава Гайворонский, трубач, Андрей Кондаков, пианист. То есть вот эта плеяда музыкантов, это, конечно, безусловно, всегда каждый их приезд в Москву, это своеобразное такое вот, своеобразное культурное событие, что, скажем, и для московских музыкантов, которые приезжают туда, тоже в Питер получают свою долю аплодисментов, долю своего почтения, скажем так. Так вот, в Питере в 62-м году летом тоже проходит примерно такое же, чуть меньше, скажем, по размаху и по освещению события. И вот здесь, друзья мои, я с удовольствием хочу вам показать, наверное, самую первую фестивальную пластинку советского джаза в мире. Она, к сожалению, была выпущена не в Советском Союзе. Она была выпущена, вот эта пластинка была выпущена в Соединенных Штатах Америки, на независимой фирме ВИДЖЕЙ в 1963 году. Здесь записи, я, кстати, хочу сразу предупредить, давайте сделаем так. Любой желающий аккуратненько может подойти, я буду выставлять то, о чем я поговорил, я буду сюда выставлять на Питере. Вы можете подходить, аккуратно смотреть, только единственное, прошу очень с большим, потому что это все-таки коллекционные вещи, все. Вот это, вы можете их смотреть, есть разворачивающиеся конверты, то есть есть, что посмотреть. И вот, что я хочу сказать, вот эта пластинка была выпущена, в принципе, незаконно, скажем так. Дело в том, что в 1962 году произошло событие, о котором я не могу не сказать, ибо оно повлияло на все дальнейшее развитие отечественного джаза так, как не повлияло ничто. Где-то начиная с 1959 года, американский продюсер армянского происхождения Джордж Авакян, кстати, единственный обладатель ордена Ленина из граждан Соединенных Штатов Америки. Это, конечно, нонсенс, просто нонсенс, но при громадном усилии Юрия Сергеевича Саульского и, скажем так, проповедника, апостола джаза Алексея Николаевича Баташова, их усилиями этот человек Джош Авакян, продюсер, долгое время который возглавлял джазовый лейбл на крупнейшей в мире фирме громзаписи Columbia, человек, которому колоссальное количество джазовых музыкантов обязаны своей карьерой, начиная от Майлза Дэвиса, заканчивая, не знаю, Дэйвом Брубеком, то есть этот человек положил, мягко говоря, очень много для того, чтобы их карьера состоялась, этих музыкантов. Так вот, Джош Авакян, начиная с 59-го года, вёл каждый раз на уровне нашего Министерства культуры и я не знаю, какой там аналог в Америке этот, но он ежегодно встречался с госпожой Фурцевой, это был министр культуры Советского Союза на предмет того, чтобы привести в Советский Союз джазового американского музыканта или какой-нибудь оркестр, чтобы, как бы, вот то, что произошло на Эльбе в своё время, скажем, совместная победа в Великой Отечественной войне, чтобы это произошло и в культурной сфере. Первым, кого предложил Джордж Авакян, это был Луи Армстронг. Знаете, кто это? Не надо говорить, нет? И вот здесь народная молва гласит, что... Я не помню отчество сейчас госпожи Фурцевой, я знаю, что я звалю. А, Екатерина Алексеевна, да, я вспомнил. И вот Екатерина Алексеевна сказала, а она отказала по поводу Луи Армстронга. Говорят, что была такая неофициальная формулировка, сказанная ему в лицо. Она сказала, вы понимаете, если Армстронг приедет к нам сюда в Советский Союз, проедет с гастролями по Советскому Союзу, он станет самым популярным человеком у нас в стране. Этого делать нельзя. Нам придется тогда им давать, предоставлять гражданство и оставлять его у нас на территории. Вы это себе представляете? Значит, вот таким образом мы лишились приезда Луи Армстронга. Хотя на тот момент Армстронг практически объездил всю Восточную Европу, ну, соцлагерь. И те люди, которые коллекционируют пластинки, знают, что есть потрясающий альбом Луи Армстронга, записанный в Чехословакии, даже два альбома, и в Польше. То есть, понятно, что Армстронг обладал таким обаянием и был настолько профессиональным музыкантом, что когда его не стало, в некрологе, который там состоял из многих высказываний известных джазменов, великий, я не побоюсь этого слова, великий музыкант Майлз Дэвис сказал, что в каждом джазовом трубаче на этой планете есть Луи Армстронг. И уже этого достаточно, чтобы сказать о его значении. Поскольку действительно Луи Армстронг, если вот так разобраться, ну, был уникальнейшим трубачом, уникальнейшим трубачом. А с той стороны, еще когда открылся его талант как вокалиста, притом неподражаемого, подражательному человеку бесполезно. Это действительно природа матушка наградила человека таким голосом. Ну, а об Амстроге мы с вами потом поговорим, когда-нибудь. Я очень надеюсь на эту тему, тему этого развития в нашей беседе. Так вот, Армстронг, да, следующая была Элла Фиджеральд. То же самое последовало с Дюком Эллингтоном, потому что писать на афише к нам приехал герцог джаза, как сказала Екатерина Алексеевна Невси. И тут Абакан пошел на хитрость. Он сказал о том, что давайте мы вам привезем Бенни Гудману. Ну, понятно, Екатерина Алексеевна, а почему бы не Гудмана? А он тайный уроженец Советского Союза. Он родился в Белой Церкви. Он не родился в Белой Церкви, я скажу сразу. Это его родственники, там, дальние, конечно, родились под Белой Церковью, где-то в еврейском местечке в каком-то. Но суть была в том, что вот Екатерина Алексеевна это зацепила. Екатерина Алексеевна, пусть человек возвращается, посмотрит, как у нас здесь хорошо живет, живут все и донесет это до американских, так сказать, людей. И вот здесь происходит нонсенс, происходит такой, что... Я говорю, это отдельная история, просто отдельная история. Бенни Гудман на тот момент уже музыкант, карьера которого в Америке, как бы, понимаете, пошла вниз, на маленький спад уже. Он уже не мог себе позволить, скажем, большого оркестра, что он мог позволить себе ранее. Он работал с небольшими секстетами, септетами, максимум актетами, то есть потому что каждому музыканту надо платить. А здесь, представляете, ему Авакян предлагает собрать в оркестр из лучших музыкантов, которых он может себе... Вот он может себе позволить, любого музыканта, поскольку Советский Союз платил за это, так сказать, полноценными золотыми инвалидными рублями. И Бенни Гудман набирает феерический просто состав, феерический. То есть если взять на тот момент табль о рангах, если такие выходили ежегодные так называемые пауиннеры, то есть это такая, лучший там тромбонист такой-то, лучший баритон-саксофонист такой-то, то есть каждый инструмент там лучший. Так вот оркестр Бенни Гудмана, который приехал в Советский Союз, состоял из музыкантов ниже пятого места, не опускавшихся в табель о рангах. То есть многие музыканты, поймите, это капиталистический мир, это серьезная вещь. То есть многие музыканты были по статусу выше, чем Бенни Гудман. Но они были в его оркестре. Там потом, когда они уже приехали в Советский Союз, с Бенни Гудманом есть, кстати, вот вам домашнее задание. А в сети ходит потрясающий черно-белый, минут 20, наверное, фильм о приезде оркестра Бенни Гудмана в Советский Союз. Фантастический. Он даже, по-моему, сделан был то ли второй, то ли третьей творческой группой ленинградского телевидения. Тоже, кстати, это очень сильный идеологический шаг. Центральное телевидение это снимать не могло, то есть по тем временам. В Ленинграде первый канал тоже снимать не мог, потому что идеология не писала. А вот вторая, третья, третья, как бы, творческая группа могли это снять. Они сняли. Кстати, потрясающий фильм, как и, в принципе, там же ходят два черно-белых, тоже вот таких вот телевизионных фильмах, о Таллиннском фестивале 67-го года. Тоже посмотрите их. Потрясающе для вас будет открытие. Это все. Так вот, и в 62-м году приезжает вот этот оркестр Бенни Гудмана. У него шесть больших городов. Оркестр едет по Советскому Союзу, начиная от Москвы, Ленинград, Киев, Ташкент, Тбилиси и Сочи. Вот такой у них был маршрут. При этом уже к середине музыканты ссорятся между собой. Звезды типа Фила Вудса, там, Зута Симса, они начинают выражать просто Бенни Гудмана в открытую, что, мол, кто ты такой, мы звезды, а ты тут, тебя с тобой тут носится, как с этим самым. А ради Бенни Гудмана просто Эрмитаж закрывается, то есть, чтобы он с женой походил, посмотрел картины, потому что, ну, приехал же деятельство. Ну, в общем, вот такие вещи. В Ташкенте вообще произошла феноменальная история. Значит, ну, представьте себе, Ташкент, да, город хлебный, ну, как бы, ну, люди немножко другое абсолютно, культурное, ты сам. И их вот этих вот, понятно, что пригласительные на концерт выдаются только хлеборобам известным по этим, как они там, хлопкоробам, вот этим всем. Ну, короче, вот эти люди приходят в национальных костюмах со своими орденами, приходят на концерт Бенни Гудмана, а там играется джаз, ну, хороший, красивый джаз. В отличие от других людей, они не понимают, где хлопать. У них другая музыкальная культура, у них, как бы, в приоритете другие музыкальные инструменты, то есть это для них диковина. А музыканты, находящиеся на сцене, не могут понять, они что, плохо играют? Почему им не опланируют? Человек из себя, из кожи вылазит, он выдувает там вот тот же Билл Кроу, вот здесь вот, его воспоминания, вот. Вот, тот же Билл Кроу, он говорит, я сыграл такое соло, которое я в жизни не играл просто. Представляешь, и тишина, зал молчит вообще. Два человека где-то там из технической зоны, там, что-то мне там, типа, чувак молодец. Представляешь, он в шоке полностью. Вот такие вот происходили нонсенсы, вот вам, пожалуйста. Но оркестр проехал, Джордж Авакян столкнулся с полным непрофессионализмом наших техников в отношении записи, живой. У нас никто не смог делать живые записи, а он хотел с собой привести живые записи этих концертов, чтобы выпустить по итогам этого тура, у него это все в контракте было прописано, выпустить пластинку. Соответственно, из Америки были, ну, там, не из Америки, рядом были, как бы, возможность взять переносные вот эти все микрофоны, там, катушечный магнитофон, это все, он это все сделал, записал, и в конце года выпустил пластинку. Но это уже другая история, притом она называется, как ни странно, «Бенни Гудман в Москве», хотя ни одной ноты московской там нет. Просто при издании альбома у нас опять началось холодное взаимоотношение, и СССР нужно было просто вычеркнуть из «Выпустили Бенни Гудман в Москве». Там, кстати, замечательно, вот если вы придете на следующую лекцию, которая у нас будет через месяц, по-моему, 18 февраля, я вам буду рассказывать о культовых джазовых альбомах, связанных с советским джазом. Я обязательно принесу этот оригинал «Бенни Гудман в Москве», там только даже посмотреть, вот как Никита Сергеевич Хрущев стоит, так сказать, с «Бенни Гудманом», как он его назвал, «товарищ Бенни», там, ну, ну, понимаете, все это было, да, все это было забавно, и, к счастью, это все было. Так вот, такая длинная преамбула, возвращаясь к этой пластинке, в Ленинграде Бенни Гудману молодой музыкант Геннадий Гольштейн, ленинградский музыкант, саксофонист, вручил ленты, пленки с записями их выступления на вот этом ленинградском джаз-фестивале в составе оркестра Иосифа Вайнштейна, был такой феерический в Ленинграде оркестр Иосифа Вайнштейна, в котором состоялись молодые Гольштейн, Носов, Константин Носов, Трубач, там начинал 16-летним пианистом Давид Голощокин, 16 лет начинал там свою карьеру, там же играл наш московский музыкант, флюгенгранист и трубач Герман Лукьянов, одним, ну, периодически, да, все это происходило. И вот эти записи были вывезены в Америку, и Авакян пообещал, что он что-то сделает. Тут, кстати, вот когда вы будете смотреть, вот тоже потрясающие исторические снимки, здесь Геннадий Гольштейн, например, и там Ленин, и Чарли Парк, например, фотографии, там у него на этом самом, на полочках, то есть такие современные иконки того времени. И Авакян, послушав эту запись, понял, что это вот и оркестр Вайнштейна, и квинтет Гольштейна Носова, он был поражен, во-первых, это авторская музыка, сыграна на очень высоком исполнительском уровне, и он передает эти записи, чтобы не было скандала, он передает независимой фирме VJ, и на этой фирме выходит вот эта пластинка, небольшим тиражом, здесь видите, как ВДНХ, фонтан Дружбы народов сделана. Об этой пластинке, кстати, мало кто знает, вот я общаюсь с коллекционером, например, странно, о других пластинках знаю, там, скажем, с русской, с советской музыкой джаза, а вот об этой почему-то мало кто знает, ну вот я вам ее показываю, подойдете, можете посмотреть ее внимательно, рассмотреть. И так получается, что это первая джазовая пластинка фестивальная советских фестивалей, которая вышла в мире. 62-го года Московский фестиваль, к величайшему сожалению, не записывался. Ну, понимаете, тогда еще никто об этом не думал. Тогда сам факт того, что комсомольцы протащили возможность сделать вот такой вот, пусть и мини-фестиваль, но осуществить его, собрать всех вместе, это был героический факт. Потом, обратите внимание, с 62-го года, на три года все, как бы, такое ощущение, что все растворяется, ничего больше такого значимого не происходит. И потом, опять-таки, в Москве, опять-таки, те же комсомольцы в 65-м году организовывают очередной московский джаз-фестиваль, но уже на территории кинотеатра Варшава. И вот там уже ведутся записи. И они, опять-таки, ведутся силами тех же самых, как бы, самих организаторов. Мелодия уже была в конечном итоге уже приплюснута, когда им принесли готовые уже записанные записи. И из них были, составлялись, сейчас я их покажу, обложки этих пластинок. Что я хочу еще, вот забыл об этой вещи сказать уникально, еще одна такая вещь. Вот эта компания VJ, которая выпустила вот эту пластинку, она еще знаменита тем, что на этой записи, на этой фирме, грамм записи VJ, были выпущены первые записи столь популярного до сих пор вокально-инструментального ансамбля Beatles в Америке. Именно VJ выпустили первые записи Beatles в Америке в 63-м году. И только потом Capital, выкупив весь, вперед, как говорится, выкупив весь контракт на Beatles, были большие скандалы с VJ, они требовали выкупа, там и так тиражи были небольшие, этих VJ, но они требовали их убрать из продажи, чтобы сейчас вот эти VJ пластинки с Beatles, если они оригинальные, скажу честно, стоят целого состояния. Но в мире очень много подделок, так называемых фейков, очень много. Там я недавно вот встретил, глаза открыл прямо такого, в жизни никогда не как бы, ну, слежу за этой темой, и вдруг встретил, я ни конверта такого не видел, ничего, и мне это пытались выдать за оригинальную пластинку. Ну ладно, господи с ним, продолжим. Итак, в 65-й год, здесь уже собирается практически весь свет московского джаза. И оркестры, и всевозможные, даже тогда была такая форма, как самодеятельность. То есть во дворцах культуры практически на каждом крупном предприятии были дворцы культуры, где по идее, значит, рабочие и трудящиеся должны были принимать участие в художественной самодеятельности. Ну, была такая форма, так сказать, отдыха культурного. И вот, чтобы не простаивали эти все здания, туда пускали всевозможных, в том числе и джазменов. И они с гордостью выступали за ткацкие фабрики, за машиностроительные заводы, за всевозможные там кружки народного творчества и тому подобное. И благодаря вот этой, опять-таки, форме взаимодействия, по-хорошему, у нас сейчас есть такое большое количество музыкантов. Потому что были времена, когда музыкант мог только дома, мягко говоря, заниматься. Раз в какое-то там продолжительное очень время пересечься с кем-то, поджимовать, может быть, порепетировать, что-то поиграть. Вот таких вот возможностей, как сегодня, вы обратите внимание, в одной Москве сколько джазовых клубов, кафе. И ежедневно в этих, как говорится, формациях идут живые концерты. Вот я частенько бываю в клубе «Эссе» на Пятницкой. Это просто фантастика. То есть я представляю, вот если бы там в 60-е, 70-е годы такая форма существовала отдыха. Хотя хотелось бы, ну что там, ничего сложного. Вот там на первом этаже, например, лаборатория, там даже усиливающего оборудования нет. Все звучит просто акустическое звучание потрясающее. И концерты шикарные. Но, опять-таки, возвращаемся к фестивалям. И так в 65-м году в Москве проходит так называемый уже второй московский фестиваль. И тогда же примерно, не тогда же, не в этом же году, только чуть-чуть, как говорится, со сдвинувшимися сроками, проходит фестиваль в Литве. Вот у меня есть такая пластиночка. Сейчас я ее достану, вам покажу. И расскажу, чем она знаменательна. Так, это джаз-фестиваль молодость, который, так, прошу прощения, я немножко перебежал по... Это 68-го года, который проходил в городе Вильнюс. И вот здесь впервые... Но, как бы, вот московские фестивали проходили ежегодно с 65-го по 68-й год. И это был такой большой толчок, что, например, в 66-м году... В 66-м году в Таллине проходит тоже крупный международный даже фестиваль, потому что приезжают финны, приезжают шведы туда на этот фестиваль. А годом позже, уже в 67-м году, в том же Таллине происходит очередной фестиваль Таллин 67-го года, но уже которому способствует большой скандал в связи с тем, что в 67-м году сюда, в Москву, тот же уже упоминаемый нам сегодня Джош Алакян, Он привез на тот момент, наверное, самого топового в Америке музыканта, саксофониста Чарльза Ллойда. И его молодое трио, в составе которого присутствовали ныне два, ну, гранда джазовых, это юный на тот момент пианист Ки Джаред и такой же юный барабанщик Джаг Беджанетта. И вот Ллойд в этом квартете приехал сюда, в Москву, но я думаю, что там все было, сейчас многие говорят, что это была случайность, я в случайности не верю. Я сразу говорю, я считаю, что все было закономерно продумано, то есть два дня они были в Москве, как-то так случайно, через день начинался Таллиннский фестиваль джазово-международный, ну, как-то так случайно, вот так вышло. Да, но тем не менее, Чарльз Ллойд везет туда, ой, в смысле, Аввакян везет туда, со всей этой компанией, как бы московско-питерской, они выдвигаются туда, в Таллинн. И вот здесь возникает уже первое, как говорится, если бы, вот я уверен, 100%, если бы спокойно никто бы ничего не, ну, не вставлял палки в колеса, ну, вышли бы эти четыре американца, отыграли бы они эту программу, им бы похлопали, как говорится, все было бы хорошо, и все было бы спокойно. Но представители нашего идеологического фронта, видите ли, вынесли такой видник, что они не могут выходить на сцену, у них нет лицензии рабочей визы, вот так это называется, у них туристическая виза, и они не могут выйти. Слова о том, что они не будут деньги за это получать, они просто выступят как гости. Не действовало, и вот два дня шел телефонный, вот этот вот телетайпный, вот этот вот диалог, пускать, не пускать, пускать, не пускать, пускать, не пускать. В конечном итоге Москва выключилась из этого процесса, и, как мне рассказывал эстонский пианист Инна Найса, а его отец Уна Найса, известный композитор в советское время, был одним из организаторов этого Таллиннского фестиваля. И он мне говорил так, что папа пришел тогда очень расстроенный, и сказал, что они голосовали, и получалось как бы половина за, половина против, половина за, половина против. Этот оргкомитет был 8 человек. И в конечном итоге, ну папа, понятно, был за, потому что послушать таких музыкантов, и в конечном итоге, на следующий день, утром, скажем так, у всего же есть человек, который отвечает за это, в любом процессе. Тот человек, который отвечал за весь этот процесс, в конечном итоге, весь оргкомитет фестиваля, он принял решение дать им днем выступить, вот этому квартету. Квартет выступил. Как выяснилось, ну вечером уже по всем русскоязычным голосам, вещающим на нашу территорию Советского Союза, как говорится, правду о свободном мире, было рассказано о том, что квартет Чарльза Ллойда выступил в Таллине, успешно, овации, туда-сюда, 30-50. На следующий день весь оргкомитет был отчислен, ну, уволен с работы, люди получили по партийным линиям там очень серьезное взыскание. Но, как говорил мне сам Тыно, он говорит, папа до конца своих дней был горд, что они не дали великому музыканту не выступить, потому что Уна Найса, великий композитор, музыкант, он знал, что прекрасно, что такое для музыканта приехать, например, вот публика, которая ждет твое выступление, тебе не дают выступить. Вот это великое дело. Таким образом, Таллиннский фестиваль 1967 года становится легендарным и скандальным. Тем не менее, фирма «Мелодия» и «Грамзаписи» выпускает вот такую подборку из двух пластинок. Вот это очень редкие обложки. К сожалению, вот в таких обложках были выпущены только первый тираж. Они ограничены там каким-то, я не знаю, даже вот количество выпущенного, они даже не пишут. Но очень маленькие. Остальное выходило в таких, кто к советским пластинкам имеет отношение, знает, есть так называемые, ну, обычные конверты с природой, с цветочками, с вариантами городов и тому подобное. К сожалению, к величайшему, вот большинство, вот это вот, ну, он и так был небольшим тиражом представлен, да, этот альбом. Но большинство вышло, к сожалению, вот в таких, кстати, конверты. Кстати, возвращаясь к московским фестивалям джазовым, сейчас я покажу их оригинальные обложки. Вот, например, смотрите, вот московские фестивали выходили вот в таких оригинальных обложках. Вот это джаз 67, к примеру. Но, что интересно, оказывается, вот этот вот, при продаже этих пластинок, а получалось так, что в 65-м году фестиваль вышел, пластинки 65-го года фестиваля вы могли купить только на фестивале 66-го года. То есть только через год. Но и за это спасибо и комсомолу, и фирме грамзаписи Мелоди, потому что этого могло бы тоже не быть, понимаете, да? При этом вы могли пластинку купить как в таком конверте, он продавался отдельно и стоил целых 25 копеек, а то и 30, в зависимости от этого. А могли купить просто без конверта. То есть вот такая была форма подач. Но я очень, я ставлю вот сюда, чтобы вам было, я очень люблю, вот в моей коллекции, я очень люблю вот этот вот, смотрите, какая красота. Видите? Я когда увидел вот это, просто с такой любовью, это вот обычный конверт, но кто-то взял и нарисовал вот так вот, чтобы, чтобы, ну, прелесть просто. Обалдеть. Да. В 1962 году, я немножко опять-таки вернусь назад, это тоже имело, кстати, большое отношение к нашему, так сказать, разговору сегодняшнему. В 1962 году, кстати, впервые наши советские музыканты были отправлены в Польшу, за рубеж, то есть на джазовый фестиваль «Джаз Джембери». После очень скрупулезных, так сказать, выборов, были отправлены, так называемый «Джаз Сикстет», 6 человек, под управлением Владимира Куля. К сожалению, недавно ушедшего из жизни, уже возрастные люди. Из тех людей, кто тогда выступал в этом «Сикстете» в живых, остался Алексей Семенович Козлов, саксофонист, клуб которого находится на Мясницкой, на Моросейке, да, я прошу, ну, Китай-город. И вот, друзья мои, я вам откровенно говорю, найдите в себе силы, вот поднимите свою «Мадам Сижу» и сходите в пятницу. Он каждую пятницу играет в своем клубе, ему 87 лет. Тем не менее, этот человек каждую пятницу на основной площадке клуба имени себя. Ну, это понятно, что этот творческий коллектив, который делал этот клуб, он его назвал именем нашего народного артиста, саксофониста, основоположника советского джаз-рока, скажем так. Ну, так случилось. И вообще, человека, которого я называю «Handmade Man», то есть человека, который сам себя сделал, несмотря ни на что, он никогда не заигрывал с властью. Он всегда был как бы вопреки, но при этом всегда оставался патриотом страны по-настоящему и человеком, который, ну, профессионал. Сходите на него концерт, просто вот, чтобы прикоснуться к этому, понимаете, потому что потом будете рассказывать об этом своим внукам. Я не знаю сколько, понимаете, он духовик. Те, кто хоть раз держал в руках духовой инструмент, понимают, что это милость Божья, что ты в 87 лет можешь играть и играть хорошо. Потому что прикус для музыканта или там, вот, там, бешур, там, для трубача, например, да, это проблема. В любой момент тебя может отказать это все и все, и ты перестаешь играть. Уже все, переходи на клавиши или там на струнные инструменты или на барабан. Поэтому пойдите, он сейчас, наверное, меньше играет обычного, да, но зато он очень хорошо говорит. Он рассказывает, он представляет каждую композицию, он вспоминает вот эти вот истории из жизни джазмена, из жизни человека, который основал ансамбль «Арсенал» и с ним до сих пор. Вот, кстати, мы в этом году, а, мы в этом году 50 лет празднуем с момента, и это очередной повод для того, чтобы нам встретиться. Так, возвращаемся к фестивалю. Сходите, ребята, сходите обязательно, вот просто прошу. Мы как раз в октябре закончим праздновать столетие отечественного джаза, а в ноябре начнем праздновать 50-летие «Арсенала». Все, оказывается, все, забил за собой. Шутка. Так, возвращаемся к фестивалям. Итак, в 68-м году, кстати, вот за это же время, да, итак, мы остановились с вами, если я не ошибаюсь, мы остановились на поездке наших музыкантов за границу в 62-м году. В 62-м году «Сикстет» Куля с Андреем Толмасяном на трубе, Николай Громин – гитара, Алексей Козлов – саксофон, Куль – за роялем, Сатановский, если не ошибаюсь, на контрабасе и Гареткин на барабанах. Вот этот состав выезжает в Польшу. Представляете, то есть, как бы, в Польше джаз очень хорошо развивается. Вообще, польский джаз – один из таких вот, одно из событий, которое, кстати, даже американцы признали, польский джаз. Но я не это хочу сказать, что этот «Сикстет» был очень хорошо принят. Они выступили на основной площадке, получили очень хорошие комплименты. И более того, они были приглашены на радио, где сделали записи. К сожалению, мы вот до сих пор не можем получить, я как издатель еще, к тому же, я очень хотел эти записи переиздать, сейчас вот к столетию джаза, но мы не можем их получить ни под каким соусом. Не знаю, может быть, там на небе кто-нибудь свяжет узелочек. И мы это сделаем. Так вот, и с этого момента каждый год начинаются такие поползновения, то есть, кого-то начинают выпускать на фестивале. И вот пластиночка, которую я очень хочу вам показать и представить. Это 65-й год, интернациональный джаз-фестиваль в Праге. Вот на этой пластинке квартет Георгия Гараняна и Николая Громина с Егоровым и Булгаковым, с ритм-секцией. Вот интересно то, что в 65-м году это произошло. В 66-м была напечатанная пластинка. И самое интересное, что весь тираж делался для практически нас, потому что там, для Советского Союза, там внутри пятак, он на русском языке полностью. Но из-за событий, которые произошли в Праге, почти весь тираж ушел под нож. Поэтому, если вам посчастливится такую пластинку где-то найти, я вас из чистого сердца поздравлю. Потому что это действительно такой очень большой раритет. В дальнейшем, как бы, смотрите, фестивальное движение начинает набирать, как бы вот именно Таллиннский фестиваль, он дает некий такой толчок для многих и многих. Например, в 71-м году проходит первый фестиваль в Донецке. Потом Нижний Новгород, тогда называвшийся Горьким, там появляется целый джаз-клуб, целое джаз-течение. Понятно, что какие-то вот такие вот маленькие, скажем так, локальные, очень небольшие мероприятия ежегодно проходят в Москве, в Ленинграде, в той же Прибалтике происходят. И вот здесь, к сожалению, к величайшему, мелодия их практически не фиксирует. Вот это вот большое упущение. То есть есть на радио какие-то отдельные, их немножко, благодаря вот нашим джазовым функционерам, людям, которые ездили на эти фестивали, на каких-то там коленках, на каких-то подсобных средствах, записывали эти записи, делали какие-то радиопрограммы. Потому что следующее, такая вот значимая, скажем, для исторического нашего культурного наследия, это 78-й год. Это в этом году проходят два крупнейших, скажем, общесоюзных фестиваля. Один проходит в Москве, где впервые, кстати, выступает ансамбль «Арсенал». Уже будучи не подпольным, как он с 73-го по 77-й год был, а он уже официально ансамбль Калининградской филармонии. Они представляют очень мощную программу, один из номеров. Они играют с фольклорным ансамблем Дмитрия Покровского. Тогда же появляется ансамбль «Каданс» Германа Лукьянова. То есть появляются ансамбли «Аллегра» Николая Левиновского. То есть джаз набирает свои обороты. И в том же 78-м году проходит еще один очень значимый фестиваль. Это фестиваль Тбилиси 78. Грузинские коллеги по этому поводу снимают документальный фильм, показывают его, как говорится, по своему телевидению. А потом вот вдруг происходит, как у нас всегда делается, как у нас всегда происходит, куда-то эти записи исчезли. И видео, и аудио. Вот одна пластинка вышла, по-моему, одна пластинка вышла от Тбилисского джаз-фестиваля. Все остальные записи, при том, что на этом фестивале, ну, россыпь звезд. Там и уже упоминавшийся мною Тыну Настя приехал из Эстонии. Там был такой бакинский гений черно-белых клавиш Вагиф Мустафа Задея. Это, конечно, пианист, которому стоит посвятить отдельно программу. Основоположник мугамного джаза. Это, конечно, феноменальный был музыкант. Его дочь Азиза, кстати, сейчас одна из самых востребованных пианистов в Америке. У него все хорошо с карьерой. И помогал на первых шагах и Дейв Брубек, известный джазовый музыкант. И поэтому это очень приятно. И после этого, смотрите, уже 80-е года, да, здесь уже мы встречаем и осенние ритмы в Питере. Очень знаковый фестиваль, который, вот видите, я взял две пластинки, вот 83-й год и, по-моему, 89-й год. Так что вы это тоже можете посмотреть. В 89-м году приезжает на тот момент очень известный музыкант. Его звали Ричи Коусах, сафонист такой американский. И наши музыканты ему сопровождают его концерты. И он остался очень под впечатлением от манеры их игры, от возможностей их. Вот Донецкий фестиваль, о котором я говорил, тоже чудом попадает на пластинки. А почему чудом, я вам расскажу. Вот на истории вот этой его пластинки. В Ярославле мы уже с вами сегодня вспоминали. И вот она играла, эта пластиночка. Я ее опять поставлю фоном, чтобы попытаться вот оперных звезд немножко заглушить. В хорошем смысле этого слова. В 79-м году проходят первые дни джаза, еще не называвшиеся тогда фестивалем. Первые дни джаза, они так и назывались, дни джаза в Ярославле. Уже вот это вот потрясающее название «Джаз над Волгой» и «Фестиваль» они получили на втором фестивале в 81-м году. И к 81-му году Игорь Гаврилов, один из основателей этого фестиваля, Игорь Вячеславович Гаврилов, если он нас смотрит, привет ему громадный. И поклон за его труды, потому что это действительно фантастический фестиваль. В этом году, в марте, он будет проходить в очередной раз. И если у вас в марте есть свободное время, есть возможность, съездите в Ярославль, послушайте джаз, там потрясающая атмосфера. Волга, красота, Кремль, вот этот вот. Ну и, конечно, лучшие соберутся там, как всегда. На джазовых площадках города Ярославля там потрясающий джемс-сэшн всегда. Каждую ночь у них джемс-сэшн идет. То есть не наигрались на сцене ребята, идите туда. И местные ярославские и из Ярославской области музыканты имеют возможность поиграть на одной сцене с метрами. То есть там не отказывают в удовольствии туда выходить и тот же Голощокин, и тот же Игорь Бутман, когда приезжают. Все играют на джемс-сэшн с молодыми музыкантами. Это очень хорошо и очень правильно. Так вот, и Игорь мне рассказывал сам, что когда пришла идея такая, они выпустили нам пластинку. Ну как бы модно же это все. И он говорит, я приезжаю в фирму громзаписи «Мелодия», захожу к Валерию Сухарадо, директору тогдашней фирмы «Мелодия», бывшему комсомольскому активисту, и говорю, Валерий Федорович, по-моему, его звали, я, если честно, ну, Валерий, давайте так, о том, что, а вот как бы нам выпустить пластинку? А он говорит, ну, я не знаю, как выпустить, говорит, для этого хотя бы как минимум нужна фонограмма. Вы запишите качественную фонограмму, принесите, а там будем разговаривать. И он говорит, ну, я вышел, как всегда, человек, который, знаете, выходит из каких-то высоких кабинетов, чешет свою, так сказать, макушечку, и думаю, слушай, вот задал вопрос, а как же я это все запишу? Ну, и поехал обратно к себе в Ярославль. Приезжаю, говорит, Ярославль, на следующий день ко мне заходит человек, говорит, откуда он взялся, я его не знаю, из каких-то, то есть какого-то там ДК «Моряков» или еще откуда-то там. Заходит и говорит, слушайте, а вы этот фестиваль джазовый организовываете? Он говорит, мы организуем. Он говорит, а можно я его запишу? В смысле, куда ты его запишешь? Он говорит, ну, у меня есть оборудование, я вот там то и все, я его запишу. Он говорит, так, я даже не знаю, но мне ничего не надо, у меня все есть, и денег мне не надо, я просто его запишу, дайте мне, у меня есть аппаратура. То есть есть такие вот ребята, которые, понимаешь, все, цель. Он говорит, ну, запиши. И этот человек все это время, он говорит, я просто видел только его, извиняюсь за выражение, мадам Сежу, торчащую, вот так вот из этого самого, и макюшку иногда, вот это. То есть этот человек лазил с этими всеми по сцене, микрофоны переставлял, там тоже единственное, он профессионально задавал вопрос, кто, где, как будет играть, на каком инструменте, где-то что. И вот его усилиями вот этого человека, его помощника, были сделаны фонограммы. Потом эти фонограммы были, как бы, ну, там, сделал их, принес ему и отдал. И Игорь мне говорит, ты не представляешь, какое это было, для меня, говорит, ну, вот записали мы, и я даже забыл, что у меня когда-то был разговор с Сухарада, что было вот это, ну, как-то бывает, вылетело из голоса. И вдруг, говорит, мне звонок по телефону, вам из Москвы звонят. Говорит, я поднимаю трубку, и мне звонит редактор фирмы «Мелодия». И говорят, вы такой-то, такой-то? Он говорит, да. А вот тут Валерий Федорович сказал о том, что вы там вроде пластинку какую-то хотели выпускать. У вас записи есть? Я ему говорю, есть. Говорит, так быстро приезжайте в Москву, у нас ведь есть возможность сейчас это сделать. Он говорит, я не поверил, я хватаю эти бобины в Москву, в командировку, оформлю командировку, ну, тогда же все так было. Говорит, приезжаю туда, все это, приношу эти, они говорят, ой, ну, что-то с этим надо делать. В общем, он говорит, а вы знаете, еще, говорит, для живой записи очень хорошо записано, качественно все. И они нарезали вот эту вот пластинку на пластинку, и абсолютно суть, вы знаете, это, я считаю это все-таки промыслом Божиим, что все это выкладывается так, что за какой-то короткий срок вдруг это все решается, Игорь говорит, но о том, что пластинка вышла, и при том вышла именно вот с таким конвертом, что-то, говорит, я уже узнал тогда, когда мне вдруг кто-то сказал, из художников, из их там знакомых художников, или там, да, по-моему художники, говорит, приехали, говорят, слушай, а мы вот в Москве купили вот такую пластинку, это не про вас? Он говорит, я смотрю, ну, «Джаз над Волгой», смотрю, думаю, как, в Москве, я ничего об этом не знаю. Говорит, а можно у вас это купить? Так, ну, в подарок это привезли, на тебе, мол, тебе. Говорит, Игорь, а дальше началась история с поисками этой пластинки, почему? Потому что выходили-то они небольшими киражами, и если вот люди моего поколения есть, они знают, что такое в «Мелодии», в любом магазине, купить хорошую пластинку, это надо было сначала завести знакомство с продавщицей, которая работает в этом магазине, потом через продавщицу узнать, выйти каким-то образом на админи... Ну, тогда это не администратор, это даже не директор. Ой, я не помню, как эта должность называла. В общем, товаровед, конечно, какое волшебное слово, товаровед, да. Сразу райком вспоминается, вспомнишь, с икрой красной, с бутербродом, да. И вот надо было узнать у товароведа, когда будет поступление товара. И вот, когда поступает товар, у тебя есть возможность что-то дефицитное приобрести. Ну, джаз, скажем так, никогда не был, скажем, в разделе тех пластинок, которые скупались как горячие пирожки. Вот я скажу, что на своей памяти, я извиняюсь, на своей памяти я видел, конечно, вынесение двери стеклянной в магазине «Мелодия», когда продавался альбом Давида Тухманова «По волне моей памяти». Это я видел своими глазами. То есть привезли всего две коробки, как сказали, это по 20 пластинок, а желающих было человек 350. То есть там сразу какой-то... И помню тоже, вот когда вышел двойной альбом «Зеркало души», был страшный ажиотаж. То есть вот он вышел... Ну, это успех тогда был у Аллы Пугачевой «Орликина». Она вышла... И потом «Мелодия» выпустила ее двойное первое издание «Зеркало души» альбом. Ну, один из лучших, наверное, в ее творчестве. На мой взгляд, фантастический альбом. И вот тогда я видел вот это вот скопление народов. Дальше уже вот такие вот тоже демонстрации были, когда привозили импортные пластинки. У нас было одно время, продавались импортные пластинки, завозились, вот они. Так что, а вот продолжая разговор, это мы зашли немножко в сторону, продолжая разговор о фестивале в Ярославле и на этой пластинке, Игорь ездил специально, ездил в Москву. В основном эта пластинка продавалась, если кто помнит, был на Юго-Западе, такой магазин на Ленинском проспекте, был на Юго-Западе магазин «Мелодия», там в самом этом, там напротив Центрального дома туристов. И вот там залеживался, так сказать, неходовой товар. То есть вот это считалось неходовой товар. Там можно было найти фестивальные пластинки, какие-то кубинские какой-нибудь джаз, польский джаз, который откуда-то возвращался, вот приходил, вот захочешь купить, пойдешь в Центральный магазин, не купишь, там их нет. Там партийные речи, гимны, вот это все, передовицы, пожалуйста, народная музыка. А вот этого нет. Зато вот я на своей памяти помню, я был студентом, это была самая большая, так сказать, наша радость. Мы с моим товарищем попали как-то в стройотряд, в какую-то глухую деревеньку, в Ростовская область, по-моему. И мы зашли в местный сельсельмак, сельский магазин, и там был целый отдел уцененных товаров. И вот в этом отделе уцененных товаров стояли так ящиками, с пластинки, они вот так вот, в таком виде, в котором их хранить нельзя, вот когда вот набрасано вот это все. И я помню, я подхожу к этой женщине и говорю, слушайте, а что у вас там за пластинки? Она говорит, мы не знаем, она их никто не покупает. Если завтра придете, мы уценку сделаем, они вообще будут стоить там по полкопейки. Ну, завтра, значит, завтра. Приходим завтра. Они прямо на этих вот, у меня даже в коллекции где-то дома несколько штук, прямо вот, знаете, на пятаке, на вот этом, на обложке, ну, на опять, на яблоке, на вот это. Прямо стоят, стоят такие печати, написано, уценено. Сверху него. Уценено. Еще меньше. И мы тогда, поскольку пакетов полиэтиленовых не было, бумажных сумок тоже не было, были такие сетки, авоськи назывались, помните вот это, или ничегоцки их еще называли. И вот мы в этом сельмаге, вот в эти авоськи, пихали вот эти миньоны маленькие, Луи Амстронг, Элла Фиджеральд, там, Глен Миллер, оркестр. Представляете, вот эти пластинки. И самое интересное, что, это мы все перерыли, это все кучу, нашли там всевозможных каких-то там, если кто-то помнит, были такие гибкие пластинки, их флекси еще называли. Вот там, например, мы нашли массу всевозможных разных пластинок, притом с участием там, довольно-таки там известных музыкантов. Это все, значит, тоже там было по пол копейки, по две копейки, это все. А целая такая вот коробка была, значит, рок-опера Рыбникова, Юнона и Авось, притом она только месяц назад вышла. Как она там оказалась, я не знаю. Ее невозможно было купить нигде, Юнона и Авось. Это было тогда, ну, притчевый азыцах, то есть это у всех на устах было. Это культурное событие. А там этот комплект из двух пластинок стоил 29 копеек. И мы с ним, значит, это 20 пластинок, вот на 20 надо, а нет, 10, прошу прощения, они же двойные были, 10 пластинок. И мы с ним, значит, стояли, это же надо было потратить 2 рубля 29 копеек, а мы же молодые студенты, то есть приехали в стройотряд, и вечером же надо было чем-то занять, там мороженое купить, там жидкое. И вот мы стоим, значит, понимаешь, и вот это вот, я говорю, ну, зато, представляешь, мы сделаем, вот ты себя сделаешь счастливым, я себе сделаю счастливым, и мы еще 8 человек счастливым, вот подарите им повинонную авось. И в этот день мы записали свое общество трезвость, купили вот эту вот, вот эту коробку, и счастливые с этой коробкой, с вот этими двумя авоськами, набитыми вот этими миньонами, сими, ну, это, у нас они так назывались, миньоны на 33 оборотов, вот мы с этим богатством вышли оттуда. Ну, понятно, что у наших друзей-студентов, у коллег мы больше как идиоты не выглядели, но зато это была радость, это была просто радость, мы потом сидели, их разбирали, помню, там, то есть, вот такое было счастье. Так вот, я думаю, что пластинки с вот этим фестивалем, они 100% тоже были наверняка где-то и вуцененки лежали, потому что Игорь их разыскивал, то есть, ну, представляете, вот Джаз над Волгой, Ярослав, да, ну, пусти ты туда весь тираж, его ярославцы купят просто как сувениры, но у нас же, как бы это, в Ярославле не было продано, туда не было направлено ни одной пластинки, они потом нашли документы, смотрели, куда это, там, в Ханты-Мансис куда-то уезжало, еще куда-то уезжало, а в Ярославле, ну, вот такая у нас была, экономика должна была быть экономной, но, тем не менее, вот смотрите, Ярославль над Волгой, Ярославский фестиваль до сих пор, милости прошу, может, даже увидимся там, потому что мы планируем туда поехать в этом году, может, снимем какой-нибудь репортажик там об этом, и практически, вот если говорить о, так как сказать, подвести черту советского джаза и фестивального движения, к середине 80-х годов практически каждый большой город, ну, я имею в виду республиканская столица, имела свой фестиваль, тот же Тбилиси, тот же Баку, я вот не знаю, правда, в Ереване был свой фестиваль или нет, в Армении, из Армении много музыкантов хороших вышло, правда, они и та же Дадевик Аганисян, и тот же Константин Петросян, они все в свое время уезжали, уезжали, а потом, к сожалению, когда уже Советский Союз развалился, они все поехали в Америку, и продолжают там заниматься, так же Дадевик продолжает заниматься творчеством, одна из величайших джазовых певиц Советского Союза, я думаю, наверное, самая интересная певица джазовая, именно в Советском Союзе, если не знаете, кто это, опять-таки, домашнее задание, посмотрите, у нее выходила шикарная пластинка на фирме «Мелодия», где вместе с ней играет тот же Игорь Бриль, очень хорошая пластинка, и уже даже когда перестройка наступила, и даже когда Советский Союз начал потихонечку, да не потихонечку, а уже рухнул, например, некоторые фестивали перекочевали из союзного значения, перекочевали уже в такой вот, например, там, скажем, ну, тот же джаз у старой крепости, вот был потрясающий фестиваль, который в Сибири проходил, джаз в Сибири, к сожалению, к величайшему, за каждым фестивалем стоит непосредственно какая-то личность, стоит человек, который его, скажем, основывал, человек, который положил свою жизнь на этот фестиваль. Хорошо, если есть последователи, хорошо, если есть те, кто это знамя поднимет, которые понесет дальше это знамя в историю. Вот, например, почему-то, как не стало Анатолия Берестова, Царство Небесное, так, джаз у старой крепости прекратил свое существование, а фестиваль был международный, прекрасный фестиваль проходил, к сожалению, его нет. К счастью, например, в Архангельске, несмотря на то, что, например, там легендарная группа, джаз-группа Архангельск, и ее потрясающий лидер, к сожалению, ушел из жизни, тем не менее, Тим Дорофеев и оставшиеся участники группы, джаз-группа Архангельск, они продолжают это дело, и в Архангельске два фестиваля ежегодно, дни джаза осенние, и вот сейчас весной будет блюз, дни блюза, в Архангельске, так что, вот так вот. Друзья мои, я предлагаю на этом жирную запятую такую поставить, я знаю, у кого-то из вас есть вопросы, давайте я вам на них отвечу, ну, померяем возможности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова